На берегу Миаса построят велодорожки, да необычные, которые превращаются в каток. Там же высадят несколько сотен крупных деревьев, а набережную замостят гранитом. Сейчас на участке идет отсыпка искусственного острова, выведены коллекторы и продолжается проектирование здания. После проведения саммита оно будет наполняться торговлей, соответственно, ресторанами и апартаментами. Набережную со стороны улицы Труда обустроят от Кирова до Конгресс-холла. Подробнее о том, что же увидят жители города на набережной через пару лет, мы поговорим с председателем комитета градостроительства и архитектуры города Челябинска Сергеем Репринцевым. Доброе утро. Доброе утро. Итак, ну, со знанием Конгресс-холла уже хорошо разобрались. Теперь, что же это за велодорожки, которые потом будут превращаться в каток? Ну, велодорожки – это малая часть тех архитектурных форм, которые планируется реализовать в данной концепции. Соответственно, в настоящее время у нас ведется проектирование трех участков. То есть это северный участок Конгресс-холла в сторону бывшего завода оргстекла. Там планируется возведение набережной. Также это набережная со стороны от Северокрымского моста, это улица Кирова, соответственно, до границы общественно-делового центра. Там планируется возвести набережную. Соответственно, там будут прогулочные зоны, малорахитурные формы, освещение. То есть благоустройство будет на высочайшем уровне. Отделка набережной будет в виде гранита. Также будет брусчаткой выполнены некие мощения. Также будут выполнены детские игровые зоны в виде настила из специального оборудования для мини-травм со стороны детей. Также все со стороны фасадные части, они будут активны, те здания и строения, которые у нас по пути следования будут идти. Для того, чтобы жители и гости нашего города было приятно провести время, прогуляться и, соответственно... Чтобы было красиво, да? Чтобы было, конечно, красиво. Эта работа уже ведется достаточно долго. С 2016 года это в активной фазе у нас. Очень было много проблем с земельными участками. Мы их сейчас на данный момент уже решили, урегулировали. В части будет выполнять работу у нас три предприятия. Управление дорожного хозяйства, это конституционер и непосредственно конгресс-холл. Хозяйственное партнерство, которое возводит в настоящее время общественно-деловой центр. Сейчас работы, как вы уже знаете, кипят. Видимо. И вот все это будет вокруг реки Мяс, правильно? Какие-то будут мероприятия проведены по поводу очистки все-таки? Безусловно. То есть Министерство экологии в настоящее время и Борисович Дубровский непосредственно участвует в данных всех мероприятиях, активно использует свои возможности в части урегулирования на федеральном уровне. Эта работа ведется очень плотно. И она тяжелая на самом деле. Требует очень трудоемкой и большой работы, подготовительных работ. Я думаю, в ближайшее время уже будет этот вопрос поставлен на финальный знак. И мы получим уже решение, в части чего все-таки мы получим исправительные работы и, соответственно, очистка русла. Но то, что эти работы будут произведены, это факт. То есть камыши уберут? Безусловно. Камыши уберут. Соответственно, искусственный земельный участок он уже выполняется, соответственно, строится. Поэтому благоустройство будет выполнено в лучшем виде. И я уверен, что в 2020 году наши гости и, соответственно, жители в первую очередь будут очень довольны. Вот к разговору о жителях. Учитывается ли мнение челябинцев в этом вопросе? Или уже все спланировано? В проектировании именно мы не ведем. Смотрите, в настоящее время ведется проектирование данного обустройства набережной. У нас поступает достаточно большое количество обращений как жителей с просьбой учесть те или иные формы или пространства, общественные, деловые пространства. То есть, безусловно, это берется во внимание с проектировщиками, с непосредственно кондиционером и с управлением дорожного хозяйства. Мы отрабатываем. То есть мы в постоянной связке, поэтому здесь у нас взаимодействие друг друга, безусловно, есть. Спасибо огромное. Мы ждем этих преображений уже с нетерпением. Мы говорим огромное спасибо. У нас сегодня в гостях был председатель комитета градостроительства и архитектуры города Челябинска Сергей Репринцев.